17-го года, номер 31, 10836, суббота, суббота, то есть неделю назад вышла газета. И вот здесь есть одна статья, довольно интересная, об участии этого события среди нас. Прочитай, с выражением, с толком. Называется как заголовок? Заголовок «Господь всегда меня крепил». «Господь всегда меня крепил». «Крепил». Жительница Потеряевки с настоящим русским именем Серафиме Гавриловне Плотниковой 20 июля на самом деле исполнилась не 90, а 91 год. Оказывается, в молодости, чтобы обучиться работать на тракторе, она замазала год своего рождения в метриках, потому что на учебу брали только 18-летних. Родилась Серафима Гаврилова на селе Родины. В семье было 5 родителей. Когда отца репрессировали за то, что не захотел вступать в колхоз, семья осталась без мужских рук, поэтому дети рано познали трудности взрослого крестьянского рода. Когда взяли его, больше его не видели отца. Убили. Слово репрессировано, ничего не говорили. Задавили, съели. Он писал нам, а потом прекратился. Мама в розыске пошла. Ничего нам не ответили. Приходит мужчина один. Вот я помню в детстве. Высокий такой, худой. И к маме. Как живешь, как туда-сюда. Мама-то сказала, возьми свою историю, расскажи ему. А он говорит, а хочешь ты, говорит, я сделаю, что сейчас покажу тебе, он будет тебе с тобой разговаривать. А мама, вот мамина слова. А это уже ведь не истина. И он все, закрылся и ушел. То есть колдун был. А? Колдун был. Вот не знаю, вот так вот. Вот это было мне. Ну понятно. Я сроссен, спасибо тебе. Ага. И вон и ушел. Так, слушай. Но я воспитывалась в основном у папиных сестер. И они привели меня к Богу. А с верой все легко переносить. Господь всегда заступник и утешитель. Любая работа с ним в радость, рассуждает Серафима Гавриловна. Так вот, метрики замазаны. Я показала, и мне поверили на слово. Взяли на учебу. Я отучилась, хорошо работала. Трактор знала, как свои пять пальцев. А однажды ночью в поле случилось со мной чудо. Ехала-ехала, и вдруг трактор заглох почему-то. Когда я вышла из него, чтобы посмотреть, что произошло, увидела, что стою почти возле обрыва. И большой овраг. Это, Леша. И вот тут она пропустила. Когда я отошла от оврага, я, конечно, пугалась уже. А пришла к трактору, и у меня душа зарековала. И я тогда в глазах неба и говорю, Господь, вознеси хвалу у престолу своему, ангелу моему. Ангел спас меня. Дай. Вот как Господь спас меня тогда. Пожалел, наверное. А потом мой трактор снова завелся, как ни в чем не бывало. Сам, сам. Во время войны и после нее Серафима Гавриловна трудилась, не жалея сил везде, куда не отправят. А в 1956 году уехала в Казахстан. Там вышла замуж за Устина Афанасьевича Плотникова. Жили хорошо, спокойно. Но когда мужу было 39 лет, он тяжело заболел и спустя некоторое время ушел из жизни. Серафима Гавриловна осталась одна с тремя детьми. Я работала на швейной фабрике, Господь всегда меня крепил, и люди хорошо помогали. Если сам не ленишься, Господь поможет, продолжает рассказ нашей героине. С 1995 по 2005 год Серафима Гавриловна с детьми жили в Корчине. Сейчас сын Дмитрий в Греции, потому что жена его Марина наполовину гречанка. А сын Владимир со своей семьей и мамой Серафимой Гавриловной в Потеряевке. Внучка Машенька мне сказала как-то, что в том, что ее учителя в школе хвалят, моя заслуга. Леша, остановись. Здесь вот это вот, она пропустила или как мои слова. Когда Машенька была в Греции, вот она когда приехала, мне рассказывала, говорит, там хвалили нас, родители хвалили, какие дети у тебя хорошие. А вот тут-то не в учебе хвалили, а хвалили отцов. А я когда встала, и те ушли, я говорю, папа, мама, не обижайтесь, эта хвала не ваша, вас хвалят. А мы жили, учились у бабы, дяди, вот эта хвала бытишняя. Вот как она меня радует. А внучек Вася закончил учиться на хирурга, сейчас на практике. Когда к Богу человек идет, он дает и знания, и силу, и здоровье. Спасибо Господу за все. Апатич, ты говорила спасибо? А? Ты говорила спасибо Господу. Христо, Христо. Ну ты спасибо Христос или спасибо говорила? Нет, слава Христосу. Слава, спасибо православные никогда не скажут. Да. Это же журналисты. Ладно, нам немножечко там... Маленько испортить дали. Всегда я в работе привыкла быть, все дела попеределаешь, и так легко и радостно становится на душе. А недавно Васенька мне сказал, что хоть один раз в день нужно прилечь отдохнуть. Я никогда не отдыхала, но лучше сказал и еще прочитала, что без отдыха будешь спотыкаться и падать, так теперь иногда могу прилечь. Все хорошо у нас, и вокруг люди хорошие. Благодарю Господа за все. В день рождения Серафиму Гавриловну поздравили с днем рождения глава администрации района Переверзев. Его первый заместитель Волчков, начальник отдела социальных выплат управления социальной защиты населения по Мамонтовскому району Захарин. И начальник отдела по работе с территориями администрации района Кузнецов. Они передали поздравления от президента РФ Владимира Владимировича Путина, губернатора Алтайского края Александра Богдановича Карлина. Вручили памятные подарки и пожелали крепкого здоровья. Одеяло, пакеты купальные, пакеты на плясах. А какой письма? Письма тоже. Кираж 3795. Надо было принести поздравления с Путина и от Катерина. Трех. Там только поздравления было. Прямо песни на бумаге. Прямо песни на бумаге. На следующий занятий я вам принесу. Сейчас проверь это. Правду пишет пример. Могли комиссия разгорает. Могла я со Степой. Правда пишет пример. Но что бумагу ты не показала? Принеси, покажи такую бумагу. На следующий занятий. Так, я свой разговор закончу. Так, Людмила Анатольевна. Внимание. Покажи, скажи, ни на шаг не отпускай. Нигде. Длинный веревочек лопасту имеет, когда надо из садового принесу. Больше ничего мне не надо. Потому что мы все засвидетельствуем. Помогут? Когда она с собаками в стаи, она не убегает. Один раз только было. И то они вдвоем с этим побежали. Тот ей дал. А когда она с моими, она с ними играет, с собаками. Она в стаи. Она встает. Она встает. Она никуда не бежит. Но смотри. Это когда она с собаками. Мы сейчас ходили до кладбища. Она говорит ко мне. Она подходит ко мне. Может убежать. Это один раз. У меня не убегает. Раз убежи. Может убежать. Ну, даже за деревню нельзя отпускать собаку. Вообще не отпускать. Отпускай. Но если бы она подушит, то тебя бы не упреждали. Ну, это мои чрезвычки. Я же не ты, не ты, не ты будешь платить, не Игнатий. Ты будешь платить. Я буду платить. Это же мой. Плати, отпускай, плати. Я отпускаю. Я дабы платить. Я привези собаку. Просто не очень хочется, чтобы скотинка была. Не очень. Ну, понятно, что не хочется. Ну, а я собаку тоже завела для того, чтобы она на цепи сидела. Я на цепи пересаживаю. Да, Нина. Человека пострадавшего. Человека пострадавшего можно звонить на мой дед Павла. Ты мне, допустим, телефон тысячу рублей. Да на тебе тысячу рублей. Ну, мне же обидно. Ну, у меня же там контакты были. Ну, у меня же привезут фонарик. Ну, чисто так вот. Ну, ты как хочешь свой спак, хочешь, на цепи держи. Это право каждого хозяина. Это право каждого хозяина. Нет, нет, нет. У меня был ответ. У меня была ответа. И когда это... Просто шкатень удачный. Где я упашу? Позвольте, я вам отребен пример. В Новосибирске, значит, такой случай у нас был. Там парень выгулял собаку. Собака, видимо, серьезная была. Ну, и она, у нас там по лесу ходим, это самое... Сходили всегда ночью даже, но как вызов у нас или... Как в Яшке, ночью по лесу, да. Жизнь дорожная. Да, жизнь дорожная. Вот. И он там выгулял уже поздно. И главное, срывает... Он ее, скажем, отпустил гулять, вроде ничего. Но он же знает, что все равно люди здесь ходят. Она бросается, значит, на нору парня. Но Влада у него там, значит, был какой-то... Короче, я не знаю, каким пустяник, но у него был боевой пистолет. Вот. Он, видимо, на всякий случай где-то его купил. И хозяин. И хозяин. Человек, вот тот целый бошеный, да. Побросил на лошади, не знаю, вот. Ну и он говорил, когда на него бросается, он там... Он хозяин говорит, убери собаку, убери собаку. А он стоит, вроде, улыбается там. Да чего она не бросается? Она бросается. На меня, помню, тоже бросалось. Так я, не знаю, я это свой портфель, эту сумку свою. Ему, чтобы она не хотела закидывать на это. И какие-то люди безответственные. В этом случае должна ответственность. Так что он сделал? Он ему раз, два, три сказал. Он тогда вынимает пистолет. Он не убирает. Хозяина. Он говорит, нет, не собаку, хозяина. И все. А дальше она видит, что хозяин, ну, все, упал, и все. И она уже, и собака растерялась. Понимаешь? Собака чувствует поддержку, очень даже. И ответственность должна быть все равно хозяина. Все равно хозяина. Значит, если ты говоришь, если ты знаешь, что собака, она дурная, ты ее не отпускай. И чтобы твой голос ко мне, чтобы она была у тебя. А не то, что ко мне, ко мне, она вперед. Это не собака. Ты знаешь, что я, значит, держу постоянно на привязи. Ходи с ним, бегай, ходи и все прочее. Понимаешь? Поэтому это не отговор. Действительно, каждый... Я хотел сказать, у нас в праве строительное жилье, ну, барашьего типа. Ну, и у соседей маленькая собачонка была, она как кошка под пол в дырку залазила. Мой отец приехал, а что собака бегает? Она вот такая вот, ребенка укусит. Да какой ребенок? Никого нет, ребятишек-то. И скажи, в этот день ко мне пришли какие-то ребятишки с родителями, и она укусила. А отец только пришел, первый раз увидел. Ну-ка, брызь отсюда, я тебе половинки кирпича профугую. Как будто он знал, что в этой... Она никого не кусала. А в этот день ребенок, и она его укусила. Сергей Павлович рассказывал, одна же идет по базару, продает щенков. Он то ли хотел спросить, или еще, ты помнишь? Молоденький щенок, он цап за ногу. С хозяином рядом. Щенок совсем. Это порода. Это порода, ее надо знать. Характер ее есть. И речь. Матюшка порода, а не диссерованная, она тебе хочет. Не попал, почти. Уходи порода. У вас предупредили, надо принять. Принять. Принять место. Хорошо, пожалуйста. Пусть не надо отдавать. Так, все. Ну, вот и беды еще. Какие беды? Ну, все, значит, надо убить. Так, все. Я пойду, скажу, Василий. Лишь, не меня остановят. Такая же спокойная девушка. Че ты все? Так. Москва-Кремль. Че попало? Люда как заврядит. Смотрите. Москва-Кремль. Убедит. Так, на, посчитай. Здесь что? Президент Российской Федерации. Считай. Владимир Владимирович, уважаем вас. Я так, и к сороку. Ага. Уважаемая Серафима Гавриловна, сердечно поздравляю вас с юбилеем. Точка. Вы выстояли в годину тяжелых испытаний, сохранили веру в правое дело, в добро и справедливость. Опаленная войной молодость, вся ваша жизнь всегда будет служить для нас и для будущих поколений ярким примером беззаветной любви к Родине, силы духа и несгибаемой воли. Желаю вам здоровья, благополучия и всего самого наилучшего. Владимир Путин, президент Российской Федерации. У него подпись-то какая, видишь? Чтоб никто не поделал. Малограмм отвечает, пишет. Не одной буквы нет. Так, второе. Администрация Алтайского края. Сюбилеем. Плотникова Серафима Гавриловна. На, распечатывай. Уважаемая Серафима Гавриловна, примите самые сердечные поздравления с вашим славным юбилеем. Отмечать такую солидную дату удается только самым сильным духом, трудолюбивым и честным людям, непривыкшим пасовать перед трудностями. На вашу долю их выпало немало, но вы сумели с честью вынести все испытания, были поддержкой окружающим, вырастили и воспитали детей. Ваша жизнь – это достойный пример беззаветного служения своему Отечеству и в праздники, и в будни, и в годы военного лихолетия. Ратный и трудовой подвиг вашего поколения всегда будет служить для нас высоким нравственным ориентиром. Именно у вас мы продолжаем учиться любить свою Родину, честно и ответственно относиться к своей жизни, к своей семье, к своему делу. Мы по праву гордимся тем, что на нашей благодатной Алтайской земле есть такие люди, как вы, мудрые и сильные духом долгожители, и стараемся равняться на вас. От всей души желаю вам крепкого здоровья, активного долголетия, благополучия вашему дому, всем родным и близким. Пусть ваша жизнь будет наполнена солнечным светом и теплом, радостью каждого дня, любовью и заботой детей и внуков. Всем нам мирного неба! Губернатор Алтайского края А. Карлин. Александр Карлин. Заложи. Вот так вот. А это что? Уважаемая Серафима Гавриловна, поздравляем с юбилеем. Совет ветеранов, село Корчино. Ох какой! Красивый да большой. Считай. От чистого сердца мы вас поздравляем и круглую дату отметить хотим. Такой юбилярши другой мы не знаем, а вас мы безумно все ценим и чтим. Желаем удачи вам, мира и счастья. Мы рады, что с вами мы очень близки. Пусть в жизни не будет ни капли несчастья, ведь так чрезвычайно нам дороги вы. Желаем прожить еще долгие годы, такой же прекрасную быть, как сейчас. И пусть пожелания лестные эти всегда актуальными будут для вас. По честному признанию. 20 июля 2017 года. Совет ветеранов, село Корчино. Это не все. С юбилеем. Знаешь, какая открытка? А это вот какая. Две рюмашки тут. Я не вижу, где это. Никита-то. Вот, ну-ка. Баба. Давай-ка мы тебя. Ну-ка, читай последний. Дальше. Ну-ка, что-то с юбилеем. Кто тут пишет? О, уважаемая Серафима Гавриловна, примите теплые, сердечные поздравления с замечательным юбилеем. Несмотря на почтенный возраст, ваши глаза по-прежнему светятся прекрасным молодым огнем. Вы являетесь примером для нас. Мы отдаем дань искреннего уважения вашей мудрости и жизненному опыту, трудолюбию и жизнелюбию. Мы восхищаемся вашей силой воли и интересом к жизни, умением радоваться каждому дню и наслаждаться каждым мгновением. По-христиански все, это сходится. Вот за это слава. От чистого сердца поздравляем вас с юбилейным 90-летием, днем рождения. Здоровья вам, радости, заботы и внимания окружающих. С уважением, глава администрации Мамонтовского района, Переверзик. О, молодцы. 20-го скидка. Дай тебе, у меня это выпачки. Как и год, и мне трех. Загадите, как вас возили туда? Да. Возили тебя, как они сфотографировали с тобой-то? Там. Возили туда? Там, да. Мамонтов. А как вызывали или как? Дядь Володя возил или кто? Они позвонили накануне по телефону мне и говорят, что мы хотим приехать, но у вас дожди идут, мы пока проехать не можем, позже приедем. Они взяли сами, поехали на Миле. Мы проезжали. Мы за это мамонтово. А кто группы? И сами нас поднимают. Хотели приедем сюда. Где это? Что? Дохожу. Сейчас я еще дам. Передомоги. Сфотографируй ее, что ли? Хватит, хватит. Ладно, ладно, ладно. Ладно, ладно, ладно. Не надо. Ладно, давай. Хороший? Да. Да не надо. Потом Путину отправимся, скажем, чтобы передать письмо. Да. Отойду, куда и девашку? Пропали? Пропали. Память останется двоим внукам. А вроде так говорит, оставь своих внуков. Конечно, это двоим. А вон-то не нуждаться. Музей откроет. Почему нет? Венена, пожалуйста, благодарим. Ну что? Всех, Христос. Благодарим. ПЕСНЯ 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 Отец наш небесный, мы благодарим Тебя за этот день, за эту возможность собираться, изучать Слово Твое, за это тихо мирное время, Господи, которое Ты еще продлеваешь нам. Благодарим Тебя за это. Дай нам, Господи, и поучаться в Слове Твое, и между собой нам дай мир и любовь во всех наших делах отношения, Господи. Благодарим Тебя за все. Тебе за все. Слава, Отец, Сын Святой. Аминь. 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 Аминь.